Андра, пинули ты когда-нибудь мёртвую воду? Мёртвую? Воду? Это как? Вода в обмороке? А, несмешимый микрофон. Это же сухие креплённые вина райковского ального разлива. Но я не об этом. Саша, сегодня в гостях у субботнего вечера антиподы мёртвой воды. И это этно-рок группа «Живая вода». Привет, ребята! Здравствуйте, пожалуйста. Привет, друзья. Скажите, пожалуйста, чем всё-таки навеяно название вашей группы? Не думаю, что Юрин вариант – это удачная версия. Ну, на самом деле, это очень удачная версия. Как раз-таки вот это антипод тех самых вин и «Живая вода». Это, на самом деле, оживление интереса, возможно, к трезвому образу жизни или к чему-то такому доброму, хорошему и светлому. Не возникает ли у вас мысли добавить в вашу музыку, например, битбокс или что-нибудь другое, одним словом сделать вот такой современный симбиоз? Сейчас многие этим увлекаются. Ну, возможно, это из той же самой оперы, как опускаться на потребу. То есть смотреть на современный спятивший мир и смотреть, куда он идёт, и пытаться тоже туда же двигаться вместе с ним. Я предпочитаю делать то, что мне душа моя подсказывает. И я не хочу туда добавить ни электронику, ни битбокс. Мы за живой звук, за живую музыку. Лето прошло. Каковы творческие планы? Это участие в фестивалях или подготовка к новогодним учёсам? А что, Сташ, готов гитару заранее? На самом деле мы находимся в таком пространстве, все сейчас здесь, в таком городе, где нельзя планов строить творческих. Здесь совсем по-другому всё устроено. Не так, как в больших городах. Здесь нельзя выстроить себе тур, нельзя выстроить график выступлений и так далее. Здесь нужно просто, вот нравится тебе заниматься музыкой, ты занимаешься и ничего не делаешь. Потому что начинаешь искать что-то, где-то, куда-то приглашаться, напрашиваться. И здесь на местном уровне это не так востребовано. А не было ли тогда мысли сменить город, а может быть вообще страну, чтобы более реализовать себя в творческом плане? А ты смени, уедь в Англию, прям сейчас, собирайся и... А откуда ты знаешь, может у меня уже виза открыта, я на чемодан. Парни говорят о трагизме сибирских музыкантов, в том, что нету промоутеров у нас. Никто же не говорит, что они передают в Англию. А ведь можно же было, вот смотри, понедельник, Дом культуры железнодорожников, в среда, тринадцатая школа, пятница, пятница, еще какой-то, не знаю, кинотеатр, Октябрьский, и пожалуйста, и поехала. Да, конечно, это самый легкий путь взять и уехать куда-то, просто в то место, где это востребовано. Но это надо ехать даже не в Москву, я скажу вам, надо ехать в Европу, как минимум. И чем это западнее, куда-то там, в Америку, еще куда-то. Короче, взять его, забирайте, давай. Но это легкий слишком путь. Как король на ступенечке. Легкий и неинтересный. И он неинтересный мне. Кому-то, конечно, это интересно. Я с удовольствием бы попутешествовал, и поездил, и повыступал бы везде, и посмотрел, как в другом месте это принимается. Я это с удовольствием бы делал, но возвращаясь всегда домой. Итак, друзья, в субботние вечеры играла вживую минусинская группа «Живая вода». Спасибо, ребята. Ребята, я думаю, что это с вами у нас не последний эфир, и удачи вам. Всего доброго. Ну что ж, друзья, этой жизнеутверждающей песней мы завершаем наш субботний вечер в Хакасии. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Это самое главное в жизни. Увидимся через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...